Здравствуйте, уважаемые жители столицы. За минувшие сутки по городу Бишкек за нарушение комендантского часа было задержано 83 человека, из них 75 мужчин и 9 женщин. В отношении всех были составлены протоколы, проведены расследовательные беседы. К нашему имеется тенденция к уменьшению задержанных лиц. Мы, честно говоря, вместе с вами, уважаемые горожане, мы идем на снижение задержанных. Как вы все знаете, была запущена электронная система выдачи пропусков. За минувшие сутки поступило 1468 обращений, одобрено 72. Хочу сказать, что за последние два дня поступило у нас более 11 тысяч обращений. К сожалению, отдельные граждане нарушение законодательства занимаются подделкой пропусков. На сегодня выявлено 26 фактов использования подложных пропусков. Все эти факты зарегистрированы в единый реестр преступлений и проступков по статье 359 Уголовного кодекса Крымской Республики. И под ним начато досудебное производство. Уважаемые горожане, призываю вас соблюдать законность и требования режима чрезвычайного положения. Все эти меры принимаются в целях скорейшего нормализации ситуации в стране, связанной с пандемией коронавируса. На сегодня продолжаются работы по дезинфекции улиц города Бишкеки. И карантинная зона расширилась. А именно в южном направлении, по улице Токомбаева, Южная магистраль. В северном направлении, до Бычака. В восточном направлении, до улицы Челпанатинская. В западном направлении, до улицы Садырбаева, бывшая Баха. Новая часть будет закрыта для прохода граждан и проезда авто. Однако, и ранее перекрытые части будут закрыты, так как будут проводиться дальнейшие работы по дезинфекции. Еще раз хотел бы отметить, что идет окончание инкубационного периода у тех лиц, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. Убедительная просьба, без острой необходимости, не выходить из дома. В целях вашей же безопасности и безопасности ваших родных и близких. Спасибо за внимание. Продолжение следует...